Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Шумилов, вы находитесь на канале акции GTA China Stocks. Санкт-Петербургская биржа объявила еще о 21 компании с листингом на Гонконге, которые я начинаю с этого выпуска разбирать. Я в этот раз хочу немножечко покороче сделать и формат будет такой. Я делаю несколько выпусков, в каждом выпуске будет компания, которой я просто расскажу про компании, чем они занимаются, какое у них финансовое здоровье, прогноз на прибыль и выручку, и вот это вот все про каждую компанию без технического разбора, без графиков. Если вам хочется, чтобы я какую-то из этих компаний отдельно разобрал на графике, пишите в комментарии. И вот когда я разберу все эти 21 компанию, посмотрю какие есть комментарии по запросу на разбор в графиков, и именно отдельно разберу еще графики по этим компаниям. Поэтому, чтобы не увеличивать объем этих программ, я решил сделать вот такой формат. Сегодня у нас будет 5 компаний из финансового сектора, 4 банка и 1 страховая компания. Итак, давайте начинать! Первая компания Bank of China Limited, капитализация 967 миллиардов гонконгских долларов, дата основания 1912 год, самый старый банк из тех, которые сейчас разбираем, 309 тысяч сотрудников компании, и компания платит 9,1 процента годовых дивидендов. И давайте посмотрим поподробнее на эту компанию. Начнем с финансового здоровья. То у нас здесь видно, долги у компании больше, чем балансовая оценка, но это банки, для банковского сектора это нормально, потому что долги это, собственно, бизнес компании. Компания дает долг и, собственно, обслуживает его и на этом зарабатывает. Поэтому для банковского сектора это нормальная ситуация. Тем не менее, мы видим, что количество долга растет, балансовая оценка в компании все время растет, хорошее все, все выглядит достойно. Всего у компании 5,4 триллиона юаней долга и 2,8 триллиона юаней кэша. То есть, примерно в два раза долг больше, чем кэша, но компании это никак не мешает для жизни. Компания платит дивиденды 9,9 примерно 9,01 процента годовых в год. Это довольно-таки большие дивиденды. Еще компания прогнозирует, что будет рост этих дивидендов. По текущим ценам будет 10,5 процентов к 2024 году и 9,9 к 2023 году. То есть, ожидается рост дивидендов. Что касается будущего, давайте посмотрим. Ожидается, что будет существенный рост выручки по компании и такой средненький рост прибыли. Тем не менее, ожидается рост и прибыли и выручки. Но не какой-то волшебный 5,9. В общем, спокойный, но все-таки рост. Давайте еще посмотрим, какие у нас оценки в этом сервисе Simple Wall Street. Я смотрю здесь. 3,3 P&E. То есть, довольно-таки, не довольно-таки, а прям дешевая, дешевая компания. Дешево оценена. По сравнению с конкурентами, этот банк имеет чуть ли не самую низкую оценку. И все другие банки, вот мы тоже некоторые из них будем разбирать. То есть, самая низкая оценка стоимости. То есть, самая дешевая. Что здесь еще интересно посмотреть? Можно посмотреть, кто акционер компании. 64% некий Central, Hujan Investment и другие компании имеют меньшую долю. BlackRock тоже есть, Vanguard, много американских компаний. Все как обычно, все стандартно. То есть, вот такая вот у нас компания. Платят существенные дивиденды. И что еще можно добавить? Дешевле рынка. Справедливую оценку сервис ставит 11,7 гонконгских доллара. Текущая 2,71. То есть, возможно, когда-нибудь это случится, но вряд ли, что это будет быстро. Спокойный сектор банковский, каких-то ралли для торгов вряд ли здесь можно ожидать. Ну, конечно, он может вырасти там на 20-30%, но что-то такое, типа там плюс 300%, как по многим китайским акциям вряд ли такое будет. Но, тем не менее, компания платит дивиденды. И это, наверное, самое главное. Спокойная, с хорошим здоровьем. Давайте идти к следующему банку. China Construction Bank. Капитализация у компании 1,9 трлн гонконгских долларов. Основано в 1954 году. Работает 350 тысяч человек, сотрудников. И дивидендная доходность 8,55% годовых. И давайте тоже все подробнее посмотрим. Как всегда, начнем с финансового здоровья. Здесь немножечко получше ситуация, чем с предыдущим банком. То есть, долг и капитализация идут примерно в ровень и тоже хорошо растут. Самого долга у компании 3 трлн юаней. Кэша на балансе 5,4 трлн юаней. То есть, здесь даже кэша больше, чем долга. Тоже этот баланс мне нравится больше, чем у предыдущего банка. Хотя и дивиденды доходны здесь немножечко пониже. Про дивиденды. Компания платит 8,55 дивидендов годовых. И что у нас по прогнозу. Тоже ожидается, что дивиденды будет наращивать к 2024 году. Будет около 10% дивидендов по текущим ценам. И 9,4 к концу 2023 года. То есть, тоже все хорошо. По поводу будущего давайте посмотрим. 5,6% ожидается рост. Тоже ожидается скачок выручки. Но по прибыли не так сильно будет расти. Но примерно такая же ситуация, как с предыдущим банком. Плюс-минус все похоже. Ну, понятно, что тот же самый бизнес и ожидания примерно такие же. В общем, этот банк мне немножечко побольше нравится, чем предыдущий из-за своего финансового здоровья. Но дивиденды чуть-чуть пониже. Из этих двух банков я бы пока выбрал лучше вот этот. То есть, China Construction Bank. Следующий банк это Industrial and Commercial Bank of China. Дата основания 1984 год. Капитализация 1,6 трлн Гонконгский долларов. Вот этот банк самый крупный из тех, которые мы сейчас рассматриваем по капитализации. Работает 440 тысяч человек и платит дивиденды 8,48%. То есть, примерно 8,5. Примерно так же, как вот по предыдущему банку дивиденды. Ну, давайте посмотрим по здоровью. Здесь отличается финансовое здоровье предыдущих двух, потому что здесь кэша существенно больше. То есть, балансовая оценка больше, чем долгов. Притом существенно. И долги не очень сильно растут. А, соответственно, балансовая оценка ну так существенно растет. Всего у компании 1,6 трлн юаней и 4,8 трлн юаней кэша на балансе. То есть, кэша примерно в 3 раза больше, чем долга. И это хорошо. Это здесь самый отличный баланс получается у компании. Что касается, ну да, вообще проблемы с финансовым здоровьем этой компании нет. Все просто шикарно. Что касается дивидендов. Так, 8,48 платят по текущей цене. Ожидается, что тоже рост будет дивидендов. К концу 24 года 9,7% годовых. В общем, похоже, как с предыдущим банком, только баланс еще получше. По поводу будущего. Вот здесь немножечко пониже рост. 4,8%. Но очень похожая картина, как с предыдущими двумя банками. Ожидается рост выручки и небольшой рост прибыли. То есть, все тоже спокойно. Из этих трех банков пока мне больше нравится вот этот. То есть, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank. Они примерно похожи. Вот у этого банка чуть-чуть получше баланс, но похуже чуть-чуть прогноз на прибыль и выручку на следующие два года. Соответственно, там чуть-чуть похуже баланс, хотя он тоже хороший, но получше прогноз на прибыль и выручку. Давайте идти к следующему банку. Последний в нашем разборе банк. И следующая компания уже будет страховая. Итак, вот это China Merchants Bank. Что про него известно? Основан в 1987 году. Работают 91 тысячи человек. То есть, здесь меньше всего сотрудников в этом банке. Капитализация 1 триллион гонконгских долларов. То есть, тоже, в общем, крупный банк, но здесь в три раза меньше работают людей. И это, на самом деле, интересно. И в каком-то смысле плюс. Но дивиденды эта компания платит относительно небольшие 4,25%. То есть, с точки зрения дивидендов, а здесь самые маленькие. Давайте посмотрим финансовое здоровье. Финансовое здоровье у нас вот какое. То есть, постоянная балансовая оценка. Долги были все время больше. И только последние полтора года балансовая оценка стала больше, чем долгов. То есть, долги у нас в это время сокращались. Это интересно. Интересно, почему возможно компания не хотела давать долги во время этой ситуации, когда Китай падал полтора года. Возможно, из-за этого. Но, тем не менее, у компании 813 миллиардов гонконгских, нет, миллиардов юаней долга и 693 миллиарда юаней кэша. То есть, долго чуть-чуть больше, чем кэша. Ну, где-то 0,8 к кэшу. То есть, тоже, в общем-то, нормально. Но хуже, чем у предыдущих двух банков. Что касается дивидендов, как я уже сказал, компания платит 4,25%. Это поменьше, существенно меньше, в два раза меньше, чем у всех до этого разбираемых банков. И ожидается, что дивиденды тоже будет расти. Что касается будущего. Какой у нас прогноз? Вот здесь у этого банка самый существенный рост ожидается по росту прибыли и выручки. То есть, ситуация примерно похожая, как и с другими банками. Ожидается у нас скачок выручки и довольно-таки существенный рост прибыли. То есть, с точки зрения будущего у этого банка самая интересная ситуация. И это, конечно, плюс. Что касается оценок. Давайте тоже посмотрим. По ПНЕ здесь у нас оценивается в 7. Это, по-моему, самая дорогая по сравнению с другими банками. Давайте сравним. Industrial and Commercial Bank of China у нас оценивается по ПНЕ 3,5. China Construction Bank по ПНЕ оценивается у нас 3,4. И Bank of China 3,3. То есть, вот эти три банка в районе 3,5 по ПНЕ, а здесь аж 7. То есть, эта банка в два раза дороже оценивается, чем предыдущие три банка. И я так думаю, что это как раз связано с тем, что у него самый существенный рост прибыли и выручки ожидается. И в том числе сотрудников самое маленькое количество по сравнению с этими банками, которые я разбирал ранее. То есть, самые маленькие затраты на персонал. Это, конечно, тоже плюс. Но текущая оценка, соответственно, в два раза меньше дивиденды и в два раза дороже оценка по ПНЕ. Pinkan Insurance. Страховая компания. Что про нее известно? Основанно в 1988 году. Капитализация 1 трлн гонконгских долларов. Число сотрудников 362 тысячи человек. Платят дивиденды 5,41%. То есть, ну, примерно 5,4%. Что касается финансового здоровья, то видим, что здесь долга больше, чем балансовая оценка. Балансовая оценка у нас постоянно растет. И долги тоже регулярно увеличиваются. Долг у компании 2 трлн юаней. А кэш на балансе 2 трлн юаней. То есть, долг с кэшем одинаковые, равны. Один к одному. Что касается дивидендов. Компания, как я сказал, платит 5,41% годовых. Ожидается, что тоже будет рост. И к 2024 году компания будет платить 6,3% годовых. Итак, мы разобрали 5 компаний. Из них мне больше всего понравилась компания Industrial & Commercial Bank of China. У нее самый здоровый баланс. Платит существенные дивиденды. Все прекрасно у компании. На второе место я поставил компанию China Construction Bank. Тоже у нее все хорошо. Чуть-чуть похуже баланс, чем у предыдущего. Того, кого я назвал номер один. Но тоже, в общем-то, все прекрасно. Самый существенный потенциал прибыли и выручки это China Merchants Bank. Но у него, соответственно, в два раза ниже дивиденды, чем у этих банков. Ну, надеюсь, все равно это вам интересно. Если вам хочется, чтобы я какую-то компанию разобрал по графику, сделал технический анализ, то пишите в комментариях. На сегодня это все. И до следующего выпуска. Я буду дальше разбирать новые компании на Санкт-Петербургской бирже.